МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Весной яму действительно заделали. Правда, вторичный асфальт, который использовали при ремонте дорожного покрытия, размыло при первом же дожде. Когда будет следующее обновление покрытия, пока неизвестно. Но местные жители переживают, что до этого прекрасного далека их железные кони не доживут. Ситуация ужасная. Вот так машину здесь разбить можно. Люди попадают, сейчас будет, упадет, подскользуется, все, головой ударится. А вода будет, это вообще что здесь будет? А потом в трампунт сейчас попадет. Автомобили, конечно, жалко, но все-таки это хоть и дорогая, но железка, которую можно восстановить. С пешеходами совсем другое дело. Рельефная дорога, покрытая льдом, – настоящее препятствие для местных жителей. Если для молодых людей поскользнуться и упасть все-таки не так страшно, то для пенсионеров это целая трагедия. Одни колдобоины, я вот полуслепая, я иду, спускаюсь, мне кто поможет спуститься, кто как, то сама выйду потихонечку, и то выхожу не каждый день, для меня это страшно. Мы должны вот ходить только днем, вечером, потому что невозможно, ничего не видно, у нас здесь чернота, чернота прям. Все про нас забыли, никому не нужны. Но убитая дорога во дворе – это еще полбеды. До нее, как говорят сами жители, еще дойти надо. И выходит, к сожалению, не всегда. Люди падают прямо у порога собственного подъезда. Огромная налить на крылечки превратила входные ступени к дому в опасное для жизни и здоровья место. Опасно, что и мы можем повредить ноги, упасть. Дети у нас маленькие, мы с ними выходим, очень неудобно. Понимаете, ну, хоть на санках садись и съезжай со ступенек. Два раза писали заявление в 2018 году по поводу вот этого навеса и по поводу того, что налить на ступени. Ответа мы не получаем. От своей управляющей компании на нас не реагирует совершенно. В этом дворе опасности подстерегают людей как на земле, так и с воздуха. Огромные сосульки, угрожающие, свисают с крыши и с балконов верхних этажей. Так что смотреть нужно не только под ноги. По поводу этого коммунального безобразия мы обратились в управляющую компанию, в ведении которой находится дом номер 36 по улице Штеменко. В управлении жилищным фондом Краснооктябрьского района нам пообещали, что в ближайшие дни двор девятиэтажки будет очищен от наледи. Хорошо, это я передам на участок. А на участок вы передадите, это когда сделают? Ну, как я передам, так они это вызовут, что это сделают. Ну, то есть в ближайшие дни должны сделать? Должны, да. Проблему со злосчастной ямой, которая мучает жильцов дома и мимо проезжающих. Автолюбители в управляющей компании тоже пообещали решить. Начальство передам, разберутся. Хочется надеяться, что и сосульками коммунальщики разберутся. Мы будем следить за ситуацией. В ближайшее время наша съемочная группа приедет на этот адрес. Анна Муслимова, Максим Мещеряков, телеканал Лукократ-1. Анна Муслимова, телеканал Лукократ-1.